Там даже коза лежала, там две собаки. А телята дальше были еще, дальше церкви. Такой зоопарк трупов обнаружили местные жители. На обочине среди кучи мусора лежали скелеты и туши, завернутые в пакеты. Через соцсети находки придали гласность и призвали власти действовать. Думаешь, выйдешь в лес, там чистый воздух, а там такая вонища, что жутко становится. Где наша местная администрация? Местные власти, как узнали, отправились в лес по трупы. Как говорят, это не первый случай, когда останки просто выбрасывают на свалку. На четверг убрали мы. Да, и понедельник уже опять фотографии отправляют. Это новые трупы были уже. За воскресенье уже еще свежие трупы накидали. Так собрали более десятка тела частей разных животных. Кто выносит трупный ссор, пока не знают. Местные ветеринары опасались, что останки могут стать причиной распространения инфекции. Сделали дезинфекцию и исследование. Как нам рассказали, болезней нет. Но нет и следов хозяев животных. Отобрали три пробы кош-сырья, остатки кош-сырья. Для исключения, самым первым делом, это сибирскую язву. По исследованиям по лаборатории, результат был получен отрицательный. Бирка, уж самая бирка там была, но четко было выражено только дата рождения данного животного. То есть идентификацию по этому номеру мы не смогли. Бросать так останки животных – это нарушение. За что людям и организациям грозят штрафы от 4 до 700 тысяч рублей. В Россельхознадзоре объясняют, законно последним пристанищем могут быть лишь специальные места. Либо на ветеринарно-санитарно-утилизационных заводах, либо уничтожение путем обеззараживания в биотермических ямах. Процедура, в принципе, бесплатная. Специалисты Россельхознадзора также собираются провести свое расследование. Если оно завершится успехом, применить к виновным меры административного воздействия. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова